Ребята, всем привет! Меня зовут Полина, и как вы сами видите, сегодня я не одна, а со своей подругой Лизой. Всем привет! У нас видео Back to School, и кстати, уже второе в этом году на моем канале. Сегодня мы зайдем в магазины Детский мир, FixPrice и Magnit. Мы реально побывали в трех самых известных магазинах с канцелярией Детский мир, FixPrice и Magnit. Посмотрели, перетрогали и даже протестировали все, что там было. Рюкзаки, пеналы, ручки, тетради, ежедневники, текстовые делители и еще тысячу разных товаров для учебы. Я раскопала для тебя очень интересные штуки для школы. Нашла много товаров, которых нет даже на Валберес. В этом видео будет невероятно много самой классной канцелярии. Цены тоже покажу. Подпишись, поставь лайк и смотри двумя глазами. Первым делом мы пришли в Magnit. Пойдемте смотреть канцелярию. Здесь есть вот такой стенд с предметными тетрадями. Они все по 19 рублей. Вот здесь геометрия, алгебра, информатика и, в принципе, мне кажется, по всем предметам. Они достаточно яркие, прикольные. Также здесь есть краски. Вот такие акварель и гуашь по 59 рублей. Также такой яркий большой набор из 24 штук фломастеров. И пластилин тоже за 59 рублей. Он самый обычный. Здесь 12 цветов. Также вот такой отдельный стенд с такой розовой какой-то канцелярией. Здесь все с девочками. Ну, такое девчачье. Вот, что тут есть. Вот, например, такой клей с лапкой. Также небольшой наборчик скетч-маркеров. Они стоят 299 рублей. Также есть пеналы по 300 и 250 рублей. Вот такие какие-то. Ну, конечно, они детсковатые немного. Есть резиновые и вот такие прозрачные с рисунками девочек. Также, кстати, достаточно прикольные вот эти вот линейки. Фиолетовые. Здесь угольник, по-моему, транспортир. А, тут два угольника, транспортир и обычная линейка. Это стоит 79 рублей. Также тут есть очень много разных ручек. И есть вот такие вот красивые с бриллиантом. С кристалликом, да, каким-то? Вот. Также вот, кстати, прикольные наклейки. Такие стразы за 79. Маленькие текстовые делители за 200 рублей. Здесь 6 штук разных цветов. Ещё тут есть вот такая вот какая-то точилка с ластиком. Тут ластик, а вот тут точилка. Стоит она 59 рублей вроде. Да, также вот ластики. Ну, такие, мне кажется, такие у многих были. Автоматическая ручка. Пиши, стирай. Ну, тут, в принципе, много канцелярии, но она достаточно детская. Вот тоже какие-то блокнотики разные. Ну, кстати, вот это вот достаточно эстетичные текстовые делители, потому что тут такие цвета. И да, и тут такие прикольные надписи. Вот, например, на голубом написано «Море — это когда волнуется внутри». Да. Или есть ещё вот такие текстовые делители в виде лапок за 200 рублей. А эти стоят 79 за штуку. А также тут есть разные ланчбоксы, чтобы брать с собой перекус в школу. Также есть ещё один стенд с тетрадями. Они такие по 40-48 столб. Вот, например, вот такие. Они достаточно яркие, ну, как бы на любителя, да. Также есть тоненькие для мальчиков. Тут разные, вот, с какими-то джипами, просто с машинками. С каким-то милым динозавриком по 22 рубля. Эти для мальчиков стоят 24. Однотонные, с маленьким рисунком. Конечно, странненькие рисунки. Какая-то креветка тут, черепаха, краб, ещё краб на розовых рыбы. Формата А5. Здесь 48 листов, и они с милыми лисичками. Да. Стоят они 89 рублей. Да, также вот такие тетради на кольцах. Они уже потолще. С кошкой. Эта кошка очень похожа на мою. Они по 99 рублей. Да. Также тут есть и с собаками. Да. И ещё вот. А, да, вот такие собаки. Ну да, с собаками и кошками. О, вот это, кстати, тоже такая неплохая на любителя. За 69 рублей. Вот ещё тут сквала есть. Поставьте меня на зарядку. И опять такие. И вот такие что-то по типу с Монстер Хай. Также есть различные-различные ручки. Вот такие с сквишем-пандочкой и единорогом. Также с какими-то гусеницами. Или кто это? Это какие-то ящерицы. Также тут есть вот такие вот довольно смешные ручки. По 150 рублей. Одна ручка. Мне кажется, для неё это дороговато. Ну да, могло бы быть и подешевле. Также вот такие прикольные ручки с куалами и пандами. С таким пушком и фигуркой. О, вот эти ещё прикольные. Вот эти смешные прям. С зеброй и какой-то уткой. Но вот это прям прикольненько. Они все стоят вот здесь. Они по 130 рублей. Здесь есть с единорогами, с мишками милыми, с лапками. Смешные ручки, которые ты нажимаешь сзади, и они типа дерутся. Да, ручки-боксёры. Наборы блокнотов. Здесь две штуки. Да, две штучки. И стоит... Я тут не написала. Набор блокнотов 179 рублей. Да. Он, кстати, эстетичный довольно. Да, пеналы по 300 рублей. И есть ещё вот такие магнитные закладки. Да. По 200 рублей. А, и вот эти стикеры ещё очень-очень классные. Тоже по 200 рублей. Вот такой стенд. Здесь тоже много канцелярии. Есть разные точилки. Вот. Они стоят по 59 рублей. Да, самые обычные. Также вот такие вот смешные точилки. Стоят они уже по 130 рублей. Также вот что меня сразу привлекло. Это вот такие ластики в виде котиков по 79 рублей. В принципе, нормальная цена. Также вот такие прикольные корректоры. Ну, выглядят здорово. По 200 рублей. Также сейчас маленькие клеи. Прям очень мимимишные. По 69 или 59 рублей. И посмотрите, какие тут очень смешные корректоры. Они в голубых, зелтых и в розовых цветах. Да. Стоят по 69 рублей. И различные линейки. Посмотрите, какая есть прикольная в виде лего. Да. Также вот такие обычные разноцветные на 30 сантиметров целых. Здесь ещё лего. Также транспортиры, угольники. Вот такие. Мне кажется, это для младших классов. Ну, тут круги, прямоугольники и обычные деревянные. О, ещё вот есть корректоры жидкие. По 59. Также тут есть вот такие вот палочки, которые обычно используются в детском саду для моторики, чтобы моторика развивалась у детей. И чтобы считать. О, ещё вот такие эстетичные корректоры. Я их видела на Балберис. Это вроде бы от Би-Смарт. Да. Прикольные. И вот ещё ластики тут с коровой, с зеброй, с разными животными. Также тут есть разные скотчи. Я когда увидела, испугалась. Честно, я даже не знаю, что это. Это какой-то корректор? Да, корректор. Корректор. Да, корректор мумия. Гениально. Кстати, в магните есть даже рюкзаки. Конечно, они не супер. Вот такие. Такие по 4,500. Нифига себе цены. Вот такой ещё есть. И также тут есть сменки для сменной обуви. Да, типа мешки для сменной обуви. Стоят они по 100 рублей. Да, нормальная цена. Также вот такие рюкзаки. Одноцветные, розовый и голубой. Ну и вот такие, мне кажется, больше подойдут для мальчиков. Они по 1500. Сейчас вроде бы по акции. Ну и вот такие ещё есть детские. Также переходим к папкам. Здесь они различные. О, вот это прикольная даже. Она на ручке. Можно ходить куда-то на изо. Также маленькие папки под тетради, кстати говоря. Да. Неплохие. Вот такие ещё эстетичные папки по 79 рублей. А, и вот такие ещё на замочке. Сюда можно складывать, не знаю даже что. Ну, наверное, что-то для изотов, например. Такие самые обычные пеналы. Вот такие резиновые. Поп-ит. Также тут есть вот такие вот пеналы, но мне кажется, они вообще неудобные. Да, они пластиковые. Вот. И вот такие есть вообще, такие как бы длинненькие, высокие, по 40 рублей. Это прям вообще супер цена. Такие были в первом классе. И также есть вот такие какие-то супер блестящие. Ну, и неплохие вот эти, в принципе. А, и вот такие есть ещё военные. Да, для мальчиков подойдут. А, вот ещё такой прикольный дневник. И да, нам ещё понравился вот этот пенал. Он в виде какого-то крокодила милого. Стоит 250 рублей нормальная цена. Нормальная цена для такого пенала. Вот ещё здесь пластилин, краски и фломастеры есть. А, вот, кстати, прикольный скетчбук за 300 рублей с папайей. Ну, тоже как бы прикольный квадратный. А, вот ещё палитры, всё для красок и подставки под учебники. Ребят, мы вышли из магнита. Сейчас зайдём покушать в Макдональдс и пойдём дальше. Теперь идём в фикс прайс. А, ручка шпион, знаете? Когда пишите, никто не видит, а потом можно посветить фонариком, и всё проявится. Да. Дальше обычный акварель. Также вот такие точилки. Они вроде бы 59 рублей стоят. И наборы линейок. 87 рублей стоят пластилин и 189 краски. Дальше набор фломастеров. У меня, кстати, похожие были когда-то. Да, стоят они 100 рублей. Дальше у нас, конечно же, тут разные тетрадки. Вот, к примеру, английский язык, физика. Это, может, словарь? А, нет, тетрадки. Физика вот. О, 30 рублей. Да. Это что? Это тоже, кстати, да, прикольные тетрадки. А, предметные. Предметные, да. Это, знаете что? Это ручки. Они пишут тремя цветами. Ой, нет, четырьмя. Синий, чёрный, зелёный и красный. И в наборе две штуки. Они стоят 50 рублей. Нормальная цена. Да, также тут есть обычные классички. Они мне, кстати, не очень нравятся. О, кстати, вот такие есть. Мне подруга говорила, что они очень хорошие. Дальше обычные карандаши. Вот, например, вот такой наборчик из 10 штук. Нет, это не бейджики. Держатель для пропуска с лентой. То есть на шею можно повесить. Ластики, да. Ластики. Взять 60 рублей. У меня похожий наборчик есть. И, кстати, появились пеналы и вот такие мешки для сменки. Мешки по 250 и 100 рублей. Сумка для обуви 100 рублей, да. Да. И вот такие пеналы, какие-то для мальчиков, мне кажется. По 100, ну, по 200 рублей. И вот такие, обычные достаточно, по 116. Вот, например, есть такой розовый с девочкой. Или голубой с акулой. Ну, прикольные. Теперь смотрим отдельный отдел с тетрадями. Также есть обычные по 5 рублей зелёные. Мы их уже смотрели. Вот такие цветные, тоже обычные, по 13 рублей. Также вот такие толстые. Кстати, вот это, в принципе, неплохая. Здесь 80 листов. Они по 29 рублей вроде бы. Также по 60. Вот такие прикольные, блестящие. Вот эти прикольные. Тетрадки. Они с полупрозрачной цветной обложкой. Они в клетку. По 116 рублей. И здесь 96 листов. Да, большие тетради есть на кольцах. Прямо не очень большие. Это формат А4. Дальше. Вот такие, кстати, маленькие клеи, карандаши. Также, ну, обычные клеи. Это неинтересно. И, кстати, вот такие классные подставки под ручки карандаши здесь есть цветные. Да, стоит 100 рублей. Вот. Тут достаточно много пластилина. Гуашь. Вот такой прикольный набор. Тут все цвета карандашей, которые нужны. 12 штук. Упаковка вроде бы с капибарами. Ну, очень похоже. Всего лишь за 50 рублей. Прямо кайф цена. Также от Биг. Карандаши цветные. Кстати, вот Биг, это очень хорошая фирма. Также вот набор фломастеров за 60. Это что такое? А, смотрите. Мини-калькулятор в виде приставки. В виде джойстика. А, да, в виде джойстика. Просто написано приставка. Ну, мне кажется, мальчикам понравится. Дальше вот такие закладки. Самоклеящие закладки. Выделитель текста. Это, знаете, например, когда нужно что-то выделить в учебнике, но не хочется марать текстовыделителями, можно выделить этими стикерами. Вот, у меня как раз вот такой набор ластиков. Вот еще немного пеналов. Ну, это в основном для начальной школы, я думаю, вот такие большие. Точилка-неваляшка. Что-то новенькое. Посмотрите, какие классные подставки. Под там разные учебники, да. Они картонные, с разными рисунками. И вроде бы тут есть однотонно-бел... Нет, к сожалению, однотонных белых нету. Они стоят всего лишь 100 рублей. Также вот подставки под ВАУЧ. Это что такое? Это тоже для учебников. Да. Вот такие подставки под... Для документов. Да, кстати, смотрите, вот такая раскладная линейка. 15-30 сантиметров. 59 рублей. О, вот еще есть вот такие прикольные подставки под учебники. Они однотонные, по 150 рублей. Я, кстати, себе в школу хочу именно купить вот такую вот беленьку. Да, я тоже, кстати. Набор гелевых ручек черных. Я видела, что тут залиты чернила. То есть тут нету стержня, здесь залиты чернила. И это достаточно удобно. Да. Ну, в принципе, самое интересное мы с вами посмотрели. А, кстати, вот еще есть наборы пластилина. Да, по 87 рублей. И также тут есть воздушный пластилин по 129 рублей. Мы его брали, он прикольный. Да, мы из него любили. Теперь мы отправляемся в детский мир. Посмотрите, как много здесь тетрадей. Давайте по порядку. Например, есть вот такие предметные тетради. Они серебристые, с небольшими рисунками и названием предмета. Информатика, с справочным материалом почти все. Альбомы есть, да, вот такой прикольный. Да. Дальше, ну, это, наверное, для мальчиков больше. Ну, или детский просто, да. Да. Вот такой, кстати, у меня был в прошлом году. Похожий. Ну, очень-очень прикольный мне он тогда казался. Также есть вот такие потолще. Вот, например, этот. Мне очень нравится. Он прям очень красивый. Стоит 170 рублей. Дальше тут блокнот тоже толстый. Блокнот? Альбомы для мальчиков. Вот такие толстые. Ой, классные, да. 118 рублей. Ну, цена, как бы, мне кажется... Цветная бумага, цветной картон, ну, все такое. По 120 рублей в среднем. Это что? И, извините за построение избуки, мы все-таки в магазине. Да, дальше... Это фоамиран или фетр? Это фоамиран. Да, фоамиран. И вон есть большие листы бумаги белой. Да. У меня вот такая была. Это у меня был справочник по русскому языку. Точно такой же у меня был. Прикольно. А, вот эти тетрадки я очень часто вижу в различных магазинах. И у каких-то людей их здесь очень много, как видите. Да, но... По 40 рублей. Почему-то они мне не очень нравятся. Ну да, мне как-то тоже. Ну, на любителя. Кому-то они могут понравиться. И вот эти, кстати. Я в прошлый раз их видела, мне они понравились. Прикольненькие. И сейчас мы с вами пойдём к письменным принадлежностям. Так, а вот такой маленький стендик с дневниками. Например, есть такой, кстати, очень красивый. С первого по четвёртый класс. Ну, кстати, такой неплохой. Я не понимаю, чем отличаются дневники с первого по четвёртый и с пятого по одиннадцатый. Ну да. Вот такой. Также с аниме, ну, мне такие не очень нравятся. Ну, не по возрасту, наверное, уже. Ну, кому-то они тоже могут понравиться. Вот такие. Рок. Да. Также самые обычные. Да. Куча-куча рюкзаков. Ну да. Блин. А, и вот для сменки мешки. Для сменки. Ну, кто такой кукол? Для зимы. Да, для зимы. О, пеналы. Вот такой есть. Ну, тут, правда, детские, конечно. Да, в принципе, вот этот тоже неплохой. Ну да, неплохой. Да. Тут даже и сумки. Да нифига себе. На пояс. Ну да. Пояс. Ну вот, вот этот тоже, в принципе, неплохой, классный пенал. Ну да, прикольный. Вот этот классный. И давай покажем рюкзаки. Вот, рюкзаки тоже самые обычные. И, кстати, почему-то большинство здесь для мальчиков. И сверху сразу же идут краски, пластилин. Кстати, очень приятные, красивые цвета красок, скажи. Да. Большие профессиональные маркеры, 80 штук. У меня похожие. У меня тоже. Вот, у меня вот такие вот. Ну и вот рюкзаки получаются. О, вот этот классный, кстати. Да. Ну ладно, пойдёмте туда. Вот такие маленькие текстовые делители за 189 рублей. Вот ручки за 150 рублей 3 штуки. Фигурные ластики за 170. Да, они плохие. Дальше что? О, смотрите. Это точилки в виде наушников. Airpods. Класс. Дальше вот такой маленький наборчик. Ну, тут внутри ластики в виде лапок. Прикольно, кстати. Да. Такой небольшой стикер-пак. Здесь список дел можно писать. Я люблю такие бумажки использовать для того, чтобы подружкам на уроках кидать записки. Да-да-да-да-да. Дальше, смотрите. Типа такая коробочка с печеньками, но на самом деле это ластики. Также вот такие текстовые делители. Да? Ручки гелевые. Очень красивые. Красивый дизайн. Да. Вот текстовые делители есть в виде лаков для ногтей. Это что такое? Корректор и клейка-лента. Ну, клейка-лента, короче. Это уже корректор. Это клейка-лента. Ручки поштучно. Вот такая, в принципе, неплохая. Ну, в принципе, самое интересное. Мы вам показали его. Смотрите, какие мелкие. Детские, да. Прикольные. Ну, да, папки. Ну, типа папок. Я с такими ходила на английский раньше. А я на изо раньше в такие с такими ходила. Дальше тут разные ножницы, циркули. Ого, смотрите, какие ножницы. Да. Дальше. У меня, у моей подруги был вот такой вот корректор. Ты нажимаешь сюда, и у тебя высовывается корректор. Также тут много разных кисточек для рисования. Ой, смотрите, мини-калькулятор. Ну, он не такой уж и мини. Да, обычный. Да, да. Дальше тут, конечно же, краски акварельные. Это, ну, как вы все знаете, для первых классов учить буквы в садике. Кстати, у нас, у половины класса, именно такие краски. У кого тоже такие, пишите в комментариях. Блин, у меня флажбе якнула. У меня вот такие были. Да. Может быть, не прям точно такие же, но очень-очень похожие. Кстати, вот эти вот банки с красками у меня всегда быстро очень заканчивается белая краска. И вот можно покупать вот такими вот банками. Мы как-то купили большую, и вот прям очень удобно. Также здесь еще есть немножечко альбомов. Вот, например, вот такие прикольные. 40 листов, примерно 190 рублей. Вот такие для мальчиков с трактором. С павлином 20 листов. Ну, тут, наверное, просто плотные листы. Да. Я, кстати, хочу себе в шестой класс купить альбом с плотными листами, потому что это здорово. Да. Вот такие вот. Вот такой альбом. У меня, кстати, с такой расцветкой когда-то была тетрадь. Давно-давно. Также тут есть расписание уроков, штучка для расписания уроков. Если бы она была в нормальной расцветке, эстетичной какая-нибудь, возможно бы я ее везла. А, это для музыки. Для музыки, прикольно. Писать эти. На, ноты. Вот такие маленькие блокнотики с лягушкой, например, по 50 рублей. Это что, скетчбуки всякие разные тут есть, да. Смотрите, что еще есть. Вот такой прикольный скетчбук с крафтовой бумагой за 98 рублей. Да. С лимонами. Вот эту я видела, она мне очень-очень понравилась. Да, кстати, красивая. Она красивая, да. Здесь изображены домики. Стоит она, ну, тоже где-то 130 рублей. Да, да. Здесь письменные принадлежности. Вот наборы карандашей. Кстати, этой фирмы достаточно много в детском мире. Также цветные ручки. Ручки пиши, стирай. Да. Вот еще цветные ручки с блестками. Сколько стоит? 179 рублей. Ну, а здесь такой небольшой стенд. Здесь почти все то же самое, что и в Fixed Price. Ну, вот такие ластики цветные. Самые обычные белые по 20 рублей. Кстати, вот эти карандаши достаточно классные. Такие самые обычные, белые, черные. А, с котятами, кстати. Здесь ящерица, а здесь котик. И смотрите, фломастеры, которые такие с эффектом металлика. Такие ручки пиши, стирайки. Кстати, здесь и на колпачке, и внизу стирайка. Ластик. Стерка, да. Ну, стерка, да. И смотрите. Да, вот это что? Фломастеры. Да. И смотрите, прикольный ластик. Я у многих такой вижу. Он вот так вот выкручивается, так скажем. О, вот еще текстовые делители. Четыре штуки. Желто-оранжевый, зеленый и розовый за 78 рублей. Ну что, ребята, мы вышли на улицу, а здесь уже темно. То есть мы закончили снимать видео уже вечером. Поэтому мы будем заканчивать ролик. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И, конечно, не пропустите следующее суперинтересное видео.